друзья всем привет вы просили вы просили вернуться к разборам кейсов я возвращаю разборы кейсов и сегодня хочу показать одно из самых сложнейших заданий которые вообще встречал встречал на интервью которые дают как домашнее задание его нужно сделать самостоятельно задание невероятно сложно если вы досмотрите это видео хотя бы до половины я буду очень рад потому что очень такое душнильская бы сейчас видео не очень наверное интересно и скучноватое но хочу вам объяснить хочу объяснить как применяются средние взвешенные значения как применяется допустим форму из математики школьной для того чтобы получить работу работу очень солидную в in-house консалтинг не буду говорить подробности дальше перейдем к заданию задание звучит так в компании сейчас 1 миллион клиентов клиентская база стабильные роста в ближайшие перспективы не предвидится каждый из клиентов в будущем принесет компании по 15 тысяч рублей дохода и нас есть такая табличка слева то есть нас есть три канала основных которых распределены перспективы весь наш миллион человек первое каналы это тот который обслуживается роботом то есть когда звоните допустим какой-то компании вам отвечает робот второй канал это люди которые обслуживаются реальными людьми из колл-центра и третий канал которые смешивают эти два канала то есть смешивают так понимаю как звонишь тебе отвечать сначала робота потом переводите на оператор то есть такие вот получается три канала взаимодействия с аудиторией каждый каждая аудитория ставит этому каналу свои баллы то есть внизу 4,2 балла это заценка за работу робота 4,9 балла за реального человека То есть почти отлично из 5 И смешанный канал 4,5 То есть такая средняя оценка между двумя способами взаимодействия с людьми Что ж, и дальше идет очень сложно такое задание Такое неприятное Такое вот с первого раза так и не поймешь, что нужно с ним сделать Компании знают, что падение удовлетворенности к качествам обслуживания на 0,1 балла Приводит к потере 5% клиентов То есть если мы, получается, снижаем баллы за обслуживание Мы теряем 5% клиентов Перед компанией стоит задача удержать высокий уровень клиентского сервиса на уровне 4,5 С на временем сокращением операционных затрат Для сокращения операционных затрат в компании рассматривается следующая программа Представляется возможным снизить долю клиентов Которые обслуживаются в персонализированных каналах до 10% То есть второй канал до 10% С 40-30 до 10 При этом предполагается, что клиенты из персонализированных каналов Будут равномерно выведены в две оставшиеся группы пользователей Эхимический эффект сокращения затрат предоставит 1,5 миллиарда рублей Стоит ли компании запускать программу повышения операционной эффективности в текущей конфигурации? То есть такое вот сложное задание Поэтому рекомендую вам поставить видео на паузу, как обычно И попробовать его решить самостоятельно И затем сравнить с моим решением И пока вы не поставили видео на паузу Прошу вас, ребят, подпишитесь на канал Поддержите видео лайком Потому что такой контент делать очень трудно И хочется 1000 подписчиков Хочется 1000 подписчиков до нового года Поэтому помогите мне, пожалуйста, добить эту 1000 Буду очень благодарен Что ж, переходим к основному решению В первую очередь, что сделал я? Я начала разбил 1 миллион наших клиентов На три основные группы 300, 400, 300 тысяч То есть как мы били ранее каналы Затем я равномерно начал распределять эту аудиторию Подо оставшихся каналом И считать, насколько она уменьшится Мы раскидаем, вот получается, два отдельных блока Наши получат 30% в эту прослойку из 300 тысяч клиентов То есть мы раскидываем И я делал такую сложную немножко формулу Потому что я считаю То есть сколько потеряет в процентах наша компания Переходя на новый канал То есть каждое снижение получается на 0,1 балла А мы знаем, что в первом канале 4,2 балла О втором 4,9, в третьем 4,5 То есть каждый этот шаг к снижению Снижает количество клиентов на 5% Поэтому я считаю таким образом То что 5% умножаю на 9-2 То есть 4,9 минус 4,2 Будет получается там 7 Так же 4,9 минус 4,5 будет 4 И таким образом считаем, что у нас получается 150 тысяч Умножить на 5% умноженное на 7 И дальше я вот такую вот хитрую манипуляцию делал Я на самом деле не умножаю на 0,35 Потому что это именно гэп Вот именно вычитаемое Вычитаемое и слагаемое А именно нужно умножить на 0,65 Точно так же и внизу нужно умножить на 0,8 Потому что мы теряем Мы теряем этих людей Мы их потеряли То есть и 20% И эти 35% от нас ушли Нам нужно умножить на обратное число Но для удобства расчетов я сделал так Мне кажется так на самом деле понятнее всего И у нас получаются такие цифры У нас получают цифры В первом канале у нас останется Точнее будет теперь 397,5 тысяч человек То есть это канал, который обслуживается роботом И третий канал, который смешанный 420 тысяч человек А во втором канале у нас останется 100 тысяч человек наших клиентов Что ж, теперь мы суммируем все эти значения И получаем цифру новых клиентов То есть 917,5 тысяч новых клиентов Дальше необходимо посчитать Сколько у нас будет после внедрения этой системы денег Теперь наша выручка Получается 917 на 5 умножаем на 15 тысяч Будет 13,76 миллиарда рублей Получается снижение Но мы помним, что Учтем, что после внедрения новой системы У нас сократятся расходы на 1,5 миллиарда рублей Итого получается, что у нас 15,26 миллиарда рублей выручки Бум, казалось бы все, кейс решен Но нет, нет Нужно вспомнить о том, что необходимо удержать Средний показатель уровня сервиса То есть 4,5 балла Должна быть средняя оценка по всем критериям По всем каналам связи Как же удержать, как же посчитать Это вообще что-то невероятное Поэтому нам нужно здесь использовать Формулу средневзвешенного значения То есть необходимо средневзвесить Все оценки, выставляемые клиентами нашему сервису Формулу сама не буду показывать Покажу сразу расчеты Потому что формула достаточно страшная Покажу так, как я читал То есть мы берем, получается, каждые оценки И количество клиентов, обслуживаемых на одном канале То есть 1 канал То есть 1 канал 3,97, 5 Тысячу умножить на 4,2 Среднюю оценку делим на общее количество клиентов 917,5 И так считаем все остальные каналы И получается средняя оценка 4,4 Что очень плохо на самом деле Потому что Потому что это не соответствует задачи кейса Задача клиента Оставить оценку на уровне 4,5 Отсюда получаем, что кейс не решается таким образом То есть нельзя раскинуть на 2 группы людей Таким образом, как нам предлагает клиент Чтобы сохранить этот уровень клиентского сервиса Поэтому нам необходимо подсчитать Как изменить ситуацию для того, чтобы сделать среднюю оценку 4,5 Хотя предположить, сколько нужно перекинуть клиентов В одну категорию, в другую категорию Чтобы у нас получилась такая средняя оценка Это, смотри, можно сделать Если ставить такую вот формулу По условию мы знаем, что 10% клиентов Должны быть в персонализированном канале Получается 0,1 То есть 100% константа получается Пусть А это роботизированный канал А Б смешный канал А плюс 9 равно 0,9 То есть получается 0,9 плюс 0,1 Получается 1 1 это наше там общее количество клиентов 917-го, 5 тысяч Мы таким образом закладываем Вверху устанавливаем формулу Сейчас 0,1 надо 4,9 Плюс А умножить на 4,2 Плюс Б умножить на 4,5 И больше равно должно на 4,5 Внизу прописываем А плюс Б равно 0,9 И таким образом считаем То есть, во-первых, что я сделал Разнес Б на две части Б умножить на 4,2 Плюс Б умножить на 0,3 Для того, чтобы А плюс Б объединить в скобочки И затем заменить их на 0,9 То есть мы заменим 0,9 И затем на все легко считается Все легко считается 4,27 плюс Б умножить на 0,3 Получается Б умножить на 0,3 Больше чем 0,23 0,23 разделим на 0,3 И получается 0,7,6,6,6 Получается 77% Отсюда делаем вывод Что, чтобы сохранить среднюю оценку 4,5 и выше Необходимо направить 77% клиентов Из персонализированного канала В смешанный А23 В роботизированном Только так мы сможем сократить эту оценку Но тут возникает проблема о том Как мы можем все-таки максимизировать выручку Потому что возможно, что тогда будет опять Такое высокое давление на смешанный канал Это будет не очень хорошо Если мы травим 77% Не как мы пополам 50% А 77% Поэтому нужно предложить еще какие-то инициативы клиента На счет того, что стоит обратить внимание И здесь мы рекомендуем клиенту Во-первых, посмотреть на доход до реструктуризации И доход после реструктуризации этих каналов И как их можно сравнить Может, что можно улучшить Как бы доход Это в любом случае количество клиентов Умноженное на средний чек Либо доллар с клиента И количество клиентов Как можно их Во-первых, необходимо именизировать поток Это как бы главный такой мой блок Гипотица То, что переспределить меньшее количество клиентов С персонализированным каналом Улечить количество клиентов в смешанном канале Убрать персонализированный канал Для того, чтобы его достичь Того показателя, которого мы закладываем И доллар с клиента Влечить чек Включить новую ценовую политику Обновить тарифы Кросселлинг Сделать какой-то, например Чтобы человек, заходя в один канал Мог, допустим, предлагаться ему Какие-то скидки, купоны Возможно, что еще купить дополнительно Продавал ему бы сейлс Который общается с ним, допустим, по каналу Также, например, добавить новую ценовую политику Изменить как оценники На продукцию, которую мы продаем С помощью этого колл-центра Может, не продаем Может, как-то просто увеличиваем Конверсию каких-нибудь продаж Тоже в эту сторону стоит смотреть Безусловно, что увеличивать средний чек Поэтому на этом все, друзья Спасибо большое за просмотр Также просьба Ставьте, пожалуйста, лайки Оставляйте комментарии Буду очень рад Благодарен Потому что контент очень сложный И надеюсь, вам будет полезно Кто-то из вас найдет работу Если вы нашли какую-то уже работу Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях Буду очень рад почитать Всем спасибо Всем пока